Здравствуйте в мире, в радости, в новом восприятии и в бессоннице. Да, мы повышаем частоты, как и наша планета. Кто же не повышает частоты? Не повышает восприятие высоких частот только тот, кто сопротивляется и не желает жить в мире, а желает воевать, а желает конфликтовать. И неважно, то ли в семье, то ли с родственниками, то ли в коллективе, то ли в партиях, то ли в государстве, то ли сам с собой. Конечно, можно говорить о необходимости вскрытия самой природы конфликта как таковой. И, конечно, каждому потребуется свое время на переосмысление значимости конфликта в его жизни. Но этот процесс не должен быть затяжной. Тем более сейчас, в благоприятное время, когда легко можно отказаться от старой части себя в пользу нового. В это зимнее солнцестояние 21, 22, 23. И, возможно, все 12 дней с 20 числа каждый может выразить свое четкое намерение. Когда небеса открыты, и вас слышно, и все сбывается, просто выйдите из обычной суеты в мир свершений. Когда все возможно, когда легко можно действовать, и вы непременно почувствуете результат своего преодоления. Немного погодя. Действуйте, дорогие. Зимнее время, новогодние праздники, Дед Мороз, Конечно, не случайно. Говорите вслух, в какой жизни вы хотите жить. Это ваш волшебный шанс все изменить. И после этого дня, после 21, 22 декабря, не надо писать мне, что у вас что-то не заладилось. Я спрошу у вас, а что вы делали 21, 22 декабря? И почему не использовали свой волшебный шанс, не изменили свою судьбу и не пожелали жить в любви и в радости? Итак, волшебные дни начались. Дерзайте, действуйте, творите свою жизнь. Каждый, в отдельности и все вместе. Все значительно ускорилось. И следующие три месяца нового 2017 года будут очень интенсивными в определении себя, в конструктивных целях и задачах своего личного пространства или своей личной вселенной. Да, конечно. Мы читаем книги, да, мы смотрим ролики, мы смотрим фильмы и уже многое понимаем. Но сейчас речь идет о своей концепции, о своей фиксации, что я могу извлечь сейчас из моего опыта и как бы желал или желала жить сейчас. в каком мире, с какими людьми, в каком сообществе душ и как я бы желал или желала выражать себя в этом мире. В этом контексте можно посмотреть фильм «Экипаж» 2016, Россия. Здесь важна собственная настройка. Фильм взят только как пример. И сложно это тем, что, по сути, никому кроме вас не должно быть интересно, что творится в вашем мире. И это, дорогие, не эгоизм, а самоопределение себя. Мне тоже не должно быть интересным, что вы для себя обозначите как конструктивное, как полезное для вас, как самое первостепенное, потому что это ваш выбор. А я не имею права нарушать вашу свободную волю. И даже сам Бог сейчас затаил дыхание и наблюдает, что вы выберете. Но завеса настолько тонка и будет еще более прозрачной, что вы просто будете чувствовать эту новую, более гармоничную вибрацию и по закону соответствия притягиваться к ней, а не к трехмерной реальности. Многих людей и сейчас уже не трогает жесткая игра трехмерного мира. И это вовсе не ваше, не ваше безразличие. Это ваш выбор. Смотреть на фильм в кавычках ужасов или настроиться на благоприятную волну и посмотреть новые приключения мастера творения. И для этого программисты созидают для нас новую платформу и новый сценарий. И разве сегодня мы за это благодарны? Разве мы выражаем свою благодарность, свое почтение? Думаю, что мы еще даже не осознаем, что для нас делается. Разве мы осознаем, что это большой труд и помощь на тонком плане для нас? Думаю, нет. Мы как слепые котята надеемся, что снова найдем грудь кошки и напьемся грудного молока. Не обижайтесь. Это всего лишь аллегория. Но суть в том, что мы полны ожиданий, надежд. И это все ложные ожидания и ложные надежды. В то время, как нужно действовать решительно и бесповоротно. И такое благо должны испытывать как внутреннее свое состояние гармонии. Уже без зависимостей и без этих мнимых ожиданий мы должны быть уверены в своей четкой концепции жить в мире, жить в радости, жить в изобилии, жить в доверии, жить в любви, без колебаний, без страхов и без сомнений, без суждений и без требований. Мы не можем взаимодействовать с новым сценарием в конфликтной манере поведения. Мы можем договариваться друг с другом и с самим новым сценарием через свою осознанность и принятие этого нового. вот я совсем сейчас не желаю быть умной. Это не цель этого ролика. Очень многие люди обвиняют меня в том, что я куда-то вас веду. Нет, это не моя цель. Моя конструктивная цель предложить всем желающим развернуться в свою сторону и освоить свои внутренние миры и настроиться на гармоничный лад через свое переосмысление, повысив этим самым свои частоты, которые и настроят вас через своих ангелов и через своих наставников или через своих учителей на новые конструктивные программы, которые не являются уже трехмерными, которые не являются уже трехмерными. Быстро и легко без напряжения сделать это можно 21-22-23 декабря вместе с рождением нового солнца и вместе с матерью мира. Выражайте свое намерение жить в любви и мире. Да, это новый мир и он на вашем пороге. Вопрос в том, впустите ли вы его в свой дом, в свою душу или нет. Считайте, что я вас просто уговариваю. Считайте, что волшебство зашло к вам в дом. Считайте, что я просто вас уговариваю быть мирными и любящими существами. И это далеко не трехмерная психология или психотерапия или знакомая всем эзотерика. Это совершенно новое. Никогда ранее коллективно непроходимое пространство света или портал в другое измерение. Когда-то в детстве в Новосибирске зимой намело очень много снега и дворники не успевали набрасывать огромные сугробы по 2-3-4 метра высотой. Я всегда им сочувствовала, потому что понимала, что загребсти лопатой снег и подбросить его на эту высоту это большая физическая нагрузка и даже помогала им иногда. Наверное, потому что с детства жила категориями мы. И вот в этих сугробах мы в детстве рыли ходы и тоннели и даже такие небольшие комнаты на 2-3 человека. И сейчас у меня такая же ассоциация. я я рою тоннель в этот параллельный мир нарыло и теперь в этой снежной комнате открыта 21-22-23 декабря темная тайная дверь матери. И возможно пройти и это будет выход во двор с другой стороны и это будет выход в новую параллельную реальность которая уже есть так и с нами. Но мы будьте внимательны мы не делали этого никогда разве что на тренажерах до вхождения в солнечную систему как подготовка к этой сегодняшней роли первопроходцев надо разрешить себе любить свой страх. Да надо разрешить себе любить свой страх. Надо получить наслаждение как в детстве в этих снежных тоннелях или в этих комнатах на этих площадках в этой новой жизни. И только с этим чувством невероятным для нас мы сможем удержать эти высокие частоты без падения в трехмерность. да и совсем не нужно волноваться по поводу получится или не получится. Ответ однозначный получится. Вернее уже получилось. Там уже все произошло потому что мы выбрали эту версию. Это какая-то детская смекалка. У нас должна быть какая-то детская смекалка и детский настрой изучения всего нового. Понимаю, что вы можете чувствовать, что я не волнуюсь, и я такая железная леди. Далеко не так. Я просто не разрешаю этими ключами сомнения пользоваться. Не тот случай. Здесь важно чувствовать себя победителем, но при этом учитывать и провальный сценарий одновременно как уравновешивающий вариант лузера. Тогда и настанет тот баланс и то состояние, которое удерживает вас в балансе и в равновесии или в позиции. А почему бы не шагнуть в это новое? Почему бы не позволить себе этот сценарий победоносного чувства? И за это короткое время мы с вами еще много получим сообщений и посланий, возможно, инструкций, которые откроют нам наши новые потенциалы, с которыми вообще отпадут все сомнения и неуверенности. Поэтому никуда и никого я не зову и никого не заманиваю. У меня сладких конфет нет, да и вы не маленькие деточки. Я снова и снова предлагаю вам с головой окунуться в свои глубокие пространства, подсознание и с осознанностью себя как божественная единица вселенной, чтобы вернуть себе свои глубокие потенциалы, свои потенциалы, свои сверхспособности, дремлющие на дне вашего чувствительного океана. Я не первая и не я последняя, кто говорит о внутреннем мире. Когда человек желает жить ответственной жизнью, он прекрасно понимает, что за него никто ничего по существу делать не будет. Поэтому этих знаний нет в трехмерной матрице. Потому что неосознанному сознанию ответственность вообще плохо понятна. Потому что у него психология. Ты мне должен. Или мне должны все. я же такая красивая. Я такой красивый. Такой необыкновенный. Потому что там человек запутан паутиной зависимости и ограничений. Теперь мы хорошо слышим. Звучит громко фраза ограничения. В течение трех шести месяцев будут сниматься и все люди увидят истинную реальность. И вот тут-то развернется настоящая реализация ваших потенциалов. А именно будете ли вы любить этих ошарашенных увидевших истинную картину людей или сами свернетесь в улитку от ужаса наблюдения за массовым страхом и нескрываемым ужасом. Это всего рода будет экзамен для тех душ, которые уже прошли опыт перехода и освободились от влияния трехмерной матрицы через свое творчество и любовь к макро и микро мирам. На каждом этапе прохождения в конце этого года и особенно в январе феврале и практически до конца марта а возможно даже и начала апреля будет идти проверка за проверкой подтверждение за подтверждением своего конструктивного мышления во благо всего сущего и во благо самого себя. Это не просто финишная прямая это статус кво это определение себя в мирах это выбор выборов это выстраивание своей событийности своей вселенной и период полного принятия себя как бога как огромный алмаз светящий на новой земле и даже не думайте что вы не сможете сможете уже после 21 22 декабря вы будете чувствовать себя сверхчеловеком если пожелаете и откроете и откроете свои потенциалы и свои сверхвозможности просите и обрящите стучитесь и вам откроют утром я соединяю себя с сознанием планеты и приветствую все миры всех существ желаю всем развития и свершений захожу в кристалл планеты люблю его и вижу как мои эманации отсвечивают в гранях на всю планету затем на всю солнечную систему потом на всю галактику и затем на всю вселенную как матрешка или как круги на воде которые вы видите в картинках в роликах и поначалу сопротивление трехмерной матрицы ощущается очень сильно она не желает вас отпускать идет очень жесткая внутренняя борьба эго с душой и каждый тянет свою сторону и кажется что ты просто разрываешься изнутри тут-то и поможет осознанная конструктивная концепция и любовь или простыми словами любовь ко всему видимому и невидимому 21 22 23 декабря проститесь с трехмерным миром и переходите в четырехмерный на новую землю к мирным и радостным энергиям это очень просто создайте настройтесь измените волну будьте благодарными к миру который вас научил который в конце концов вас кормит поет одевает и тогда четвертое измерение как клей притянет вас к себе а кого-то пятое а кого-то шестое а кого-то седьмое и так до 12 измерений все дело в вашем состоянии время сворачивается и выдавливает нас в четвертое измерение и сама планета желает нашего развития и нашего взросления и нашей ответственности и чтобы подняться над низкими частотами надо благодарить всех и вся и в том числе и 4 стихии стихию огня стихию воды стихию воздуха стихии земли в общем эфир который как круг объединяющий все стихии и самое главное уравновесить их в этом кругу практика своего выражения это с утра благодарение и равновесие синхронистичность с планетой и ее царствами которые уже перешли в более высокую ступень мы люди завершающие или догоняющие все царства природы и этот нашумевший переход закончится к концу марта когда все кто смог и действительно пожелал любить этот мир несмотря ни на что все перейдут или останутся на планете которая к тому времени начнет видоизменяться и многое вы действительно не узнаете нефть газ уголь перестанут извлекать из планеты и перейдут на солнечное топливо на новые технологии уже в некоторых странах выкладывается какой-то пластиковый асфальт который собирает солнечную энергию вы действительно в самое ближайшее время ощутите что вы живете в новом мире за людей которые не смогут остаться на планете переживать не стоит на самом деле эта ситуация уже отыграна многими людьми когда вы поступили в институт а кто-то не поступил и готовится в другой вуз или на следующий год снова поступает в этот же вуз или идет в технику или в училище или устраивается на работу то есть смертельного ничего нет и не думайте что я не сожалею сожалею но это по сути естественно и человеку не хватило опыта или устремленности и ему еще нужны уроки и нужны свои испытания однако я делаю все возможное чтобы те кто готов перешли и без каких-то сомнений и без страхов и остались на планете у нас остается очень сжатая программа давайте наблюдать рождество новый год старый новый год конец января 23 февраля 8 марта 22 марта весеннее в районоденствие начало может быть апреля хлоп земля полностью перешла в четвертое измерение и это будет разделением измерений или финиш всему тому квантовому переходу о котором так много говорилось или выход на правый лепесток вот я сейчас не нагнетаю я уточняю для понимания и предлагаю тем кто еще не освободился от старых представлений о самом себе не определился в своих приоритетах основных своих задачах или не не нашел коридор своих возможностей поторопиться и не сожалеть потом ни о чем задним числом когда есть сейчас такая прекрасная возможность освободить себя 21-22 декабря и возможно создать коллективную мощную мыслеформу и освободить сонное человечество от рабской зависимости и ото сна и только любовь наша любовь может это сделать сейчас открыты небеса потом можно сесть в последний поезд по летнему расписанию потом будет возможность сесть последний вагон потом будет возможность догнать поезд на машине потом будет возможность оплатить дорогу на автомобиле потом вы просто опоздали на каждом этапе приближения к 22 марта будет требоваться от вас все большее и большее ваше намерение и больше вашего устремления мы теперь с вами уже знаем что когда мы приходим на землю вместе с нами приходит огромный коллектив для создания узора благоприятных обстоятельств или неблагоприятных обстоятельств таких можно сказать всевозможных сценариев для получения нашего опыта понимаете вы вот сейчас можете судить что-то вот говорить вот я не перейду там я там переживаю за этого я переживаю за того не надо ни за кого переживать возможно вы даже не понимаете о чем вы сейчас думаете возможно вы даже не понимаете что те о ком вы волнуетесь они уже давно перешли в пятое измерение нам надо больше развернуться в свою сторону больше отслеживать свои процессы чем смотреть по сторонам на других людей что я от себя бы пожелала вам в этом году конечно поблагодарить всех участников и всех сценаристов и всех создателей и всех программистов этой иллюзорной игры было очень даже прикольно как говорит молодежь но это слово как никакое другое подходит потому что жил как уж на сковородке прикольно и ты играл по-настоящему всерьез любил и всерьез расставался всерьез рожал настоящих детей и чувствовал настоящую боль и настоящую радость и вот за этим мы приходили в этот мир нам потребовались тысячелетия чтобы понять что есть и другая возможность и что мы в состоянии вспомнить что любовь это и есть та настоящая реальность которая способна объединять сердца людей мы пришли сюда на землю чтобы увидеть и использовать шанс 21 22 декабря вот я буду повторять пока вы не услышите как думаете у меня получится до вас достучаться до каждого сердца и мой ответ да даже если ответ нет а у меня в моей вселенной ответ да я достучалась до каждого сердца и в моей вселенной сердца людей открылись к новой жизни и запылал огромный планетарный костер открытых любящих сердец и это пламя любящих сердец огромное видно во всей галактике во всей вселенной ах да допустим я не права и кто-то скажет что я обманываю людей тогда будьте внимательны и вспомните что никто не объявлял революцию в 1917 году никто не объявлял великую отечественную войну никто не объявлял миру о бомбе на хиросиму и вообще все что очень важное не объявляют заранее все новости сми это старости это следствие то что нельзя исправить а значит создающая для всех людей только картинку страха а теперь будьте еще внимательны и кто же вам объявит о том что вы уже живете в новом мире и сейчас дорогие космическая минута молчания когда старый мир сворачивается а у нас она длится несколько месяцев и надо вписаться надо принять это измерение новое надо с благодарностью проститься со своей неконструктивной жизнью страданий и боли и не надо мне писать что посмотрите на дворе война посмотрите кругом кризис да война да кризис но это так нас выдавливает четвертое измерение это программа и она вам во благо вы таким образом освободитесь от всех низкочастотных существ и выходите на качественную жизнь еще большим коллективом землян тем более этот мир практически обжит и уже многие души переходят в пятимерный мир который примыкает к четырехмерному и это состояние вашего сознания это ваши мысли это ваши чувства волнительно да волнительно очень волнительно но вот оно как ребенок родился и новая жизнь пришла на планету и это новое человечество и оно прекрасно это те смелые и мужественные души которые которые повели за собой миллионы людей к свету это и есть эволюционная программа или ваше пробуждение вы выиграли у старого мира свою свободу и суверенитет вы по сути заставили программистов создать для вас новую конструктивную программу развития в параллельном мире и это впервые в истории большого космоса и раньше переходили на более высокую мерность но только через смерть физического тела а сейчас мы переходим в своих телах это чудо это милость господня поэтому не надо восхвалять одну душу это большой коллективный труд душ и здесь на земле и там в тонких мирах и нам осталось пройти последний шаг но самый ответственный и завершить этот переход и начать новую жизнь в более благоприятном мире где свежий чистый воздух где другое питание и другая растительность и другие животные где более радиоактивное солнце и другие процессы взаимосвязи всех вещей да ловлю себя на мысли что я уговариваю таки да уговариваю но знаете считайте что я ничего не говорила а вы ничего не слышали но пожелать то планете завершить свое благополучное путешествие вы же сможете и пожелать себе и всем людям в этом году жить в мире и любви вы тоже можете да и спать на Венере каждую ночь вы тоже можете но если не нравится на Венере вы можете провести ночь на солнце когда ваша душа набирается чистой мягкой любящей энергии солнца и за эти месяцы вы можете спать на солнце и просыпаться в большей осознанности с новыми идеями с настройкой на собственное благополучие да и сейчас уже можете отыгрывать в трехмерности свои лучшие состояния это все очень трудно и одновременно очень легко вас будут узнавать на улицах и будут задавать вопросы как вы можете так жить не упускайте своих шансов и не заставляйте никого жить так как живете вы потому что мы с вами и есть этот переход мы с вами и есть эта новая жизнь мы с вами и есть это и четвертое и пятое измерение мы с вами и есть это божественная любовь и это черная дыра центр галактики и это мы с вами создатели миров и мы с вами путешественники в галактике это мы с вами мастера света и это мы с вами в состоянии полюбить все человечество 21 до 22 декабря и осветить его кристаллическим светом высших измерений пусть пылает и это мы с вами можем увидеть пылающий костер всех открытых сердец людей любите себя любить всех любите планету любите стихии любите микромир и макромир любите свою реализацию все свои свершения и конструктивные и неконструктивные программы сценарии замкните круг альфа и омега и станьте мастером творения все возможно да мы живем волшебные времена это просто завтра послезавтра самые мощные дни которые вы ждали не одну жизнь даже небо открывает вам все безграничные дары мироздания даже небо открывает вам все безграничные дары мироздания берите берите пока дают используйте этот шанс по полной с вами в рождении вашего нового любящего солнечного сердца кристаллического а почему бы нет это же ваши волшебные дни пусть пылает планетарный кристаллический костер любящих открытых сердец и в заключении 21-22 декабря я желаю принять ангельскую помощь я желаю с любовью выразить чистое намерение переплести свои ДНК с магнитом с магнитным ДНК вознесенных учителей как на нашей земле так и за просторами нашей планеты это тот акт слияния в котором вы навсегда перестанете чувствовать себя в разделенности вы божественны в слиянии с единым целым лора и по и огромное си восторг в у в и ко в в в